добрый день сегодня я бы хотел наверное объяснить вам почему за психологической помощью нужно обращаться скорее всего психоаналитику например они психологу или психотерапевту или еще какому-то другому психи специалисту наверное у вас уже есть какое-то представление даже если вы никогда не были на приеме психоаналитика о том как совершается работа то есть по большей части психоаналитик молчит он возвращает человеку его речь и иногда складывается такое впечатление что психоаналитик просто ничего не знает да то есть и в какой-то степени это действительно так и это наверное отличает психоаналитика от других помогающих профессий потому что психоаналитики изначально находится в позиции не знающего когда он слушает человека он не знает на чем на самом деле говорит человек он не знает или даже не хочет знать какой у него диагноз да он не знает как он ему на самом деле может помочь сможет ли он ему помочь или нет вообще и поэтому очень часто например когда люди обращаются к психологу да к традиционному они видят совершенно другой подход да то есть обычно перед ними оказывается человек который знает который выслушав вас может поставить вам диагноз он может прописать вам лечение сказать сколько с вашей патологии необходимо провести сессии какие упражнения вы должны делать чего в конечном результате вы получите после этих сессий да то есть это совершенно противоположная позиция это одна из причин почему так часто психоаналитики буквально противопоставляют себя психологом различным другим специалистам которые оказывают психологическую помощь все дело в том что когда человек работает с психологом который находится как раз в этой позиции знающего то психоаналитик скорее сочтет что в этот момент создается ситуация где человек пришедший пришедший психологу оказывается в позиции ребенка а соответственно психолог в позиции взрослого да то есть и когда человек ходит на эти сессии он по сути очень мало что меняется в его жизни потому что именно с этой позиции связаны основные его проблемы до которые он переживает тем или иным способом более того когда человек продолжает находиться в этой позиции когда психолог способствует нахождению человека в этой позиции где грубо говоря психолог это такой господин да а человек получающий помощь это такой раб то человек имеет возможность проживать да и никак не избавляться от а�가той агрессии которая обычно сопровождает отношения ребенка и родителя и которая часто становится тоже одним из ключевых факторов развития тех или иных симптомов что мы имеем когда идет работа с психоаналитиком до человек то и дело пытается поставить психоаналитиков позицию знающего. Он его постоянно спрашивает, что со мной, да, поставьте мне диагноз, дайте мне какие-то упражнения, да, сколько понадобится сессии, да, то есть он постоянно загоняет, пытается загнать его в эту позицию, а психоаналитик на самом деле делает то, что он пытается всячески в этой позиции не оказаться. То есть оказаться в позиции человека, который не знает, потому что очень часто случается так, что то, что говорит, например, человек сегодня на сессии, оказывается понятным спустя только несколько сессий, возможно несколько месяцев или даже лет. Поэтому психоаналитик, он не спешит, он не знает, сколько понадобится сессии, он не знает, сколько понадобится времени, он не знает, что с вами происходит. И эта позиция на самом деле, это не позиция глупца, да, а это позиция человека, который, по сути, помогает вам выйти вот из той детской позиции самому, в которой вы находитесь, да, и начать каким-то образом разбираться с самим собой. Потому что когда вы сталкиваетесь с психоаналитиком, который, по сути, отказывается вам помогать, отказывается идти у вас на поводу, вы начинаете злиться. И вот это именно тот момент, когда вы начинаете брать ответственность за свою жизнь. Это тот момент, когда вы начинаете выходить из каких-то игр, в которые вы, с помощью которых вы обычно вступаете в человеческие отношения. Это помогает вам вырваться из каких-то сценариев, в которые вы часто оказываетесь заложниками, вы не можете из них выйти. И все это благодаря позиции психоаналитика. И на самом деле может показаться, что психоаналитик ничего не делает, когда он, например, молчит или просто возвращает вам вашу речь. Но на самом деле психоаналитик ведет активную работу по удержанию той позиции, которая необходима для того, чтобы начались процессы в вас. То есть удержаться в позиции незнающего что с вами. И если ему это удается сделать, то вы начинаете сами узнавать самого себя. Сами начинаете узнавать свои собственные проблемы, свои собственные сценарии, свои собственные игры, в которых вы то и дело оказываетесь. И именно этот подход, который очень часто даже высмеивается, например, в кинофильмах, когда психоаналитик он просто такой безучастный как будто бы. На самом деле поддерживать эту позицию это огромный труд. Но психоаналитик это делает для того, чтобы наконец-то в вас началась психическая работа, которая позволит вам, поможет вам перестроить все свое бытие. в минул. В минул. Продолжение следует...